И вот стою, жду теперь, не могу понять, прошел мой номерок или не прошел. В очереди электронной Арсен еще до конца не разобрался, но это все же лучше, чем сидеть в многочасовом ожидании в очереди живой. Арсен – риэлтор, его работа – сопровождение сделок с имуществом. Как признается сам, с сегодняшнего дня в Росреестре стало намного уютней. Узкие коридоры, большие очереди, пробраться было тяжело. Тут, знаешь, утром пришел, взял талончик и спокойно прошел свой номерок. Сидишь, отдыхаешь, кондиционеры, все-таки места больше. Плюс, но единственное минус, что не в центре города. Старое здание на улице Пушкинской специалисты Росреестра покинули еще в пятницу, готовились к переезду. Теперь ведомство будет работать в одном здании с кадастровой палатой на Лаврово-13. В десятке единиц оргтехники, мебель, документация, все управление переселилось в новое строение буквально за выходные. Два переезда, это один пожар. Очень было все хлопот. Надо было перевести порядка 60 человек за один день. То есть прием был фактически остановлен только на один день в пятницу. А сегодня с 8 утра все начали работать по новому адресу. Это было сложно, но справились. Регистрация, кадастровый учет, выдача сведений, документы – все это пока находится в ведении администратора. По каждому вопросу она выдает талончик и отправляет посетителя в отдельное окно. А примерно через месяц начнет свою работу электронный терминал. И все эти вопросы будут решаться полностью автоматически. Документы теперь принимают не за закрытыми дверями, а за стеклом. Работа специалистов видна как на ладони. 13 окон работают на прием, 7 на выдачу документов, причем бумаг, связанных как с землей, так с домами и квартирами. Работать по принципу единого окна – главная задача новой системы. Было два управления. Управление Роснедвижимости, управление Росрегистрации по Вологодской области, земельная кадастровая палата. Заявители, чтобы сдать документы, необходимо было появиться, прийти в три управления в разных точках города. Сегодня у граждан появилась возможность решить все вопросы в одном месте. У нас вся недвижимость, скажем так, в Вологодской области, она представлена в этом архиве. Огромное помещение вмещает в себя десятки стеллажей. На них история купли-продажи всех квартир и участков Вологодчины. Перевозить ценные материалы начали за неделю. Подготовка к их хранению соответствующая. Он установлен на перемещающих стеллажах, на роликах. Здесь система кондиционирования воздуха современная. То есть зимой и летом здесь поддерживается постоянная температура. Сотрудникам здесь очень удобно работать. Правда, как признаются сотрудники, несмотря на новое, более просторное здание, места уже не хватает. В перспективах дополнительная пристройка только под архивные материалы, чтобы вся необходимая информация была всегда доступна для Вологджан. Александра Артамонова, Игорь Трифонов. Новости Вологды. Продолжение следует...